Давным-давно, где-то в параллельном измерении, жил молодой искатель приключений, и звали его... Эм... Да мы и сами не знаем как. У него было лишь прозвище. Мечелом. Однажды, сидя в таверне и тратя последние деньги на пиво, он заметил, что за соседним столиком поругались двое мужчин. Один из них встал и, разбив бутылку об стол, ударил осколком второго, после чего быстро выбежал из таверны. Искатель приключений подошел к умирающему мужчине. Тот в агонии схватил героя за одежду и протянул ему сверток, после чего испустил дух. После, когда герой объединился в снятой на ночь комнате, он развернул сверток и увидел, что это была старая карта с замком. Искатель приключений оживился, ведь ему давно нужны были деньги, и на следующий день отправился в путь. Так началось великое приключение, полное опасностей и неожиданных встреч. Всем привет, друзья! Снова рубрика СНИ, и сегодня игрушка СВОРД БРЕЙКЕР, или МЕЧЕЛОМ. Ну что, начнем тогда без промедления. Начало было эпичным, начало было интересным. Что же ждет нас в игре? Давайте узнаем. Так, новая игра. Угу, выбери свой путь. Первый, второй. Здесь ты можешь посмотреть свой прогресс и очки Карвы. Так, читай историю. Нажми, чтобы посмотреть картинку. Куда нажать? Ага, сюда нажать. Хорошо. После долгого, изнуряющего путешествия наш герой подошел к старому огромному замку. Все указывало на то, что тут уже много веков никого не было. Но ощущение таинственного присутствия не покидало его. Искатель увидел, что окно на втором этаже открыто. Куда ему лучше пойти? В центральный вход или влезть в окно? Ну и, соответственно, мы выбираем здесь путь. Либо первый, либо второй. Давайте попробуем, наверное, залезть в окно. Залезть на второй этаж в броне было нелегко. Но герой справился с этим. Он оказался в надстройке для стражи над воротами замка. Все указывало на то, что тут была битва. Мертвые воины, точнее их скелеты, валялись по разным углам комнаты. Внезапно один из скелетов начал вставать с пола, поднимая длинный меч. Нужно срочно что-то делать. Пнуть его с разбегу, пока не поднялся. Выпрыгнуть в окно или подождать, пока он встанет и принять бой как мужик. Так, пнуть скелета, прыгнуть в окно, подождать. Давайте пнем. Попробуем. Не дожидаясь, пока противник встанет и атакует. Герой с разбегу пнул ногой трухлявого скелета с шумом, хрустнув. Кости разлетелись по комнате, а меч звонко упал на пол. Взять его меч или идти к двери? Ну, скорее всего возьмем меч. Вообще сделано интересно. Это как текстовая игрушка, но с графическим наполнением. То есть мы смотрим определенные сцены. Вот он наш скелет, по кусочкам разобранный. Лязгающий и звонкий меч, который упал. И наш герой мечелом. Так, наверное возьмем меч. Что-то наподобие текстового рогалика, про который я как раз таки рассказывал ранее на стримах, да и вообще в определенных роликах. С двумя мечами герой уверенно вошел в дверь к казарм стражников. Он был готов к любому бою. Ай красавчик чё. Так, продолжить хорошо, вариантов здесь никаких нет. Искатель вошел в казармы. Разбитые койки, валяются стулья и прочая мебель. Но путь ему преградили четыре скелета стражника с оружием на готове. Что делать? Выбор. Брось в них меч скелета и добить своим. Драться с двумя мечами. Ну, двумя мечами. Давайте двумя. Смелый герой решил воспользоваться двумя мечами сразу. Подловив мгновение, пока страж замешкал с искателем, вканился между парой стражников и двумя мечами одновременно нанес боковые удары по противникам. Скелеты рассыпались. Великолепно. Что делать? Что делать? Сразу же просто хлобысь и... Красавчик мечелом. Вообще сделано замечательно. Знаете, похоже также на какую-то новеллу такую, знаете, игровая новелла, где можно, опять же, любоваться какими-то элементами, но нельзя взаимодействовать с ними. Мы можем просто наблюдать. Я не знаю, что будет в будущем, но пока игра, в принципе, достойно себя показывает. Оружейная. Большая комната по стенам. Стоят стеллажи с оружием и доспехами. В комнате разруха. В деревянном полу дыры. В конце комнаты виднеется дверь. И в правой стене тоже. Пройти. А пойти в дверь справа? В дальнюю дверь? Или пойти глянуть оружие на стенде? Ну, к оружию давайте попробуем. Троечку. Может быть, что-то найдем. Хоть, я не знаю, щит себе хотя бы возьмем. Заинтересовавшись оружием, герой не заметил, что пол очень хлипкий, и под его весом пол рухнул. Очнулся искатель на кучке сена, а рука подло испачкалась в чьей-то какашке. Вонь страшная. С юморком, молодцы. Видно, давно никто не убирался здесь. В углу возле миски с кровью и костями копошился свирепый боров. Тихонько свалить через сток для отходов или убить свинью. Давайте драку с Боровым. Может быть, под трупами там что-то есть. Искатель решил, что злобного Борова нужно завалить. Подкрасться и порубать. Или позвать его. Да уж. Че его подзывать? Просто раскромсаем, да и все. Отважный герой решил убить свинью по-тихому со спины. Но у животных очень хороший слух. И когда искатель приблизился к нему достаточно близко, со всей силы врезал ему копытом в пах. Ну да. Герой упал и скорчился от боли, а свинья вонзила свои клыки ему в шею. Ну и вот одно сердечко я уже потерял. Вот видите, как бывает. Оплошность. Так, ну что там у нас? Подкрасться. Позвать. Хмм. Давайте позовем. Будет подло убить его неожиданно, подумал храбрый герой. Эй, свинья! Крикнул он Борова. Боров повернулся, и глаза его налились кровью. Он был большой и страшный, с длинными клыками, торчащими из пасти. Он кинулся в бой на героя. Сделать отступление с ударом или увернуться? Так. Отступление с ударом, естественно. То есть мы отпрыгиваем и бьем. Ну да, и что-то не получается. Сделав шаг назад, искатель вступил в кучку фекалий. Подскользнулся и упал на спину. Боров не стал ждать приглашения, яростно накинулся на неудачливого героя. Лалка, блин. В какашки наступил. Так, что там у нас еще с отступлением? Увернуться. Ну давайте увернемся, и тогда свинья сама угодит в свои же какашки. Искатель отскочил в сторону, и Боров пролепил мимо него. Подбежать к свине и отрубить голову мечом, или подпустить Борову поближе к себе? Ты ёкал, МН. Так, ждать и ударить мечеломом. Подпустить Борову ближе к себе. Не знаю, первый вариант давайте попробуем. Сейчас я сдохну, походу, да? Ну естественно. Герой с мечом в руках сбросился к Борову, но свинья оказалась умнее, чем думал искатель. И опередила его. Сильный удар толстого лба пришелся прямо в живот героя. Искатель упал на пол и попытался восстановить дыхание. Но Боров нанес сокрушительный удар в голову героя. И Искатель отключился навсегда. Шабись. Ты погиб. Открыта сцен. 15 из 324. Открыта сцен смерти. 3. Ты был человеком. Вообще интересно. Вы знаете, очень интересно сделано. Ну ничего. Ничего. Если вам будет интересно, оставляйте комментарии. Мы обязательно посмотрим на игрушку дальше. Можно будет еще раз поиграть. То есть открыть все галереи. Да и вообще. Узнать историю мечелома. Потому что на самом деле получилось интересно. Я не знаю, насколько это вышло. Но ролик возможно будет коротким. Пишите в комментариях свои отзывы. Пожелания. Предложения. Ну а дальше мы уже разберемся. Если вам понравилась озвучка в таком стиле. То, соответственно, тоже. Пишите в комментариях. Средневековая озвучка тащит. Хотя здесь доля юмора тоже присутствует. Вообще оригинальная игра. Я бы присмотрелся к такой игре. Но у меня желание есть пройти. Так что все в ваших руках. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok